Крестный ход в память о просветителях славянских, братьях-греках, Кирилле и Мефодии стал в Абакане уже доброй традицией. Возглавляет его архиепископ Иоаннафан в сопровождении духовенства. Сразу за ними, в почетных первых рядах, идут воспитанники Абаканской православной гимназии. Это дань уважения к тем людям, которые заложили ту основу, ту корневую систему, на которой зиждется наше все государство. Поэтому мы показываем, чтобы мы знали, не забывали свои корни, не забывали свои традиции, не забывали свои истории, не забывали свои алфавиты. Гимназисты младших классов несли плакаты с буквами старославянской азбуки, которую по преданию как раз и создали солунские братья Кирилл и Мефодий. Вместе с учениками шли педагоги, родители и другие православные. Для них участие в любом крестном ходе и праздник, и сопричастность к обществу верующих. С этим рожден, и это есть в тебе, и все, что связано с церковью. И даже не знаешь, что это естественно, это с рождением, с молоком матери впитано. В Абакане трижды в год проводятся крестные ходы, в которых массово участвуют верующие. Все проходят летом. Самый длинный, трехдневный, в Сорск. На это серьезное испытание решаются в основном люди помоложе. Много участников проходят крестным ходом вокруг Абакана с иконой «Неупиваемая чаша». И, пожалуй, самый короткий, нынешний, в честь славянских просветителей. От Знаменской часовни до храма Константина и Елены всего километр 300 метров. Тяжело я вот, видите, еще хромаю, кое-как иду. Но все-таки идете? Все же идти надо. С Богом пообщаться надо. Все равно иду. Четыре квартала по центральным улицам Абакана верующие прошли всего за 20 минут. Так что особых проблем автомобилистам не доставили. В храме Константина и Елены по завершению крестного хода состоялся молебен. Завершились дни славянской письменности вечерним концертом в Республиканской филармонии. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.